Я тогда прочитаю коротенький текст, а потом мы его обсудим, потому что он такой, написан именно как текстик, маленькое-маленькое эссе. Называется «Нечеловеческая гениальность». Гениальность – это не про человека. Вот талант – это человеческое. Это такая персональная особенность, зачастую врожденная, способная сделать что-то легко и лучше других. Талант может быть большим и маленьким. Его можно приобрести, раскрыть, а потом потерять. Талант можно развивать, развивать, развивать. Но он никогда не перерастет в гениальность. Потому что гениальность – это не про человека. Гениальность – это характеристика не человека, а дела. Это дела бывают гениальными или не гениальными, а не люди. Людей же мы называем гениями только исключительно после того, как оценим сделанное ими как гениальное. Не гений делает дело гениальным, а гениальное дело делает человека гением. Можно стать гением? Да, можно, сделав нечто гениальное. Можно потом перестать быть гением, утеря гениальность, так же, как мы растрачиваем талант. Нет, нельзя. Чем бы ни занимался Эйнштейн всю последующую жизнь после создания теории относительности, даже если бы он вообще забросил физику и стал выращивать овощи, он все равно остался бы гениальным физиком, поскольку по молодости сделал гениальное дело. Говорю же, гениальность не про человека. И уж подавно не про задействие, личность, душевные качества. Можно взять листок бумаги и составить исчерпывающий список, плюс-минус десяток, всех гениальных дел за историю человечества. Это вполне конкретные формально описываемые дела. Такая-то научная теория, новый жанр в живописи, новое музыкальное направление. И вот этот перечень дел однозначно определяет и список гениев. Одно дело, один гений. Могли быть в этом списке гениев другие имена. Запросто. С конкретным человеком могло случиться все, что угодно. А вот гениальное дело неизбежно. Оно необходимое веха, начало нового этапа в той или иной сфере. Человечество не могло обойтись без теории Дарвина. А вот без самого Дарвина, запросто. Просто у теории эволюции было бы другое название. Поэтому определить, гений перед нами или нет, достаточно просто. Если человек ассоциируется с делом, которое никогда не забудется, без которого история цивилизации или некоторой человеческой деятельности была бы неполной, другой, одним словом, если человек сделал гениальное дело, то он, ясень-пинь, гений. И против этого не попрешь. Хотите стать гением? Приведите себе в ближайшем будущем гневное дело и сделайте его. Пока его не сделает кто-то другой. Гений – это за дело, а не за красивые глаза. Все. Собирь, у вас похоже на то, что вы когда-то рассказывали про эволюцию. Вот так перекликается. В эволюции ведь тоже берется какое-нибудь основание, и потом на этом основании уже строятся дальнейшие движения. И каждый раз на каком-то одном основании происходит. Ну, здесь, наверное, переключение... Это как бы гениальный выбор природы. Перекличка в том, что новация, новация какая-то, это и есть гениальное дело, да, она всегда объективна. Мы всегда можем сказать, что вот этого не было, и это стало. Вот талант, он может все что угодно выделывать, но если ничего не приросло в историю, ну и останется все талантом. А гений – это действительно ряд вех, то есть как в эволюции можно четко отследить. Появились там первые многоклеточные, потом, значит, вышли рыбы там, пресмыкающиеся, там, земноводные пресмыкающиеся млекопитающиеся. А так и здесь вот четко мы можем определить вот все гениальные дела. И человек, сделавший это дело, называется гением. Фамилия могла быть какая угодно. И в огромном количестве случаев бывает так, что вот сейчас в истории существует 3-4 таланта, которые могли бы это сделать. Но повезло одному, как было с Эйнштейном там. То есть запросто мог быть на его месте, там даже история, что и не все он придумал, не история, а точно известно, что он вовремя подсуетился, вовремя рубликовал, вовремя взял у Лоренца преобразование и все. Но вот связан с его фамилией это дело – гений. Гений даже может быть в том, что он сумел разглядеть это гениальное дело, занялся не другим чем-то. Тот же Лоренц мог в это время, думать о чем-то другом, не сообразил, что вот здесь именно нужно копать, вот тут. И в философии тоже. Гениальные философы – это те философы, именем которых названо то, что мы можем и без имени. То есть гегельская система, она могла быть тючинской, но она вот как некая веха. Кант, Гегель, что мы можем назвать и без фамилии, скажем, дилектическая философия, трансвитальная философия, феминология, все, что вот это мы можем назвать, это гениальные вехи, значит гения. Огромное количество талантов, без своих дел. Мне только вот, что немножко сбиваю с толку. Но ведь как мы узнаем таланта? Мы ведь узнаем таланта точно так же, не по его личным свойствам, а по его действиям, по его делам. Да, но это он делает не гениальное дело. Талант, он… Это понятно. То есть дело в том, что талант может быть талантливее гения. Это история, когда конкурс Чарльз Чаплин, и сам Чарльз Чаплин занял там какое-то 35-е место. Конкурс исполнителей роли был. И он… То есть кто-то оказался более талантлив, более совершенно исполнял трюки чаплинские. И, наверное, можно придумать, найти кучу талантливых людей, которые гораздо быстрее считали уравнение, составляли все это дело. Были талантливыми физиками, математиками, но они не сделали ничего. Ну, это да. Я просто к тому, что вот как бы в основе СССР лежит следующее, что талант – это свойство человека, а гениальность – это свойство дела. Дело, да. То есть это свойство, скорее бы сказал, пиара. Ну, не пиара. Средством массовой информации назвали какое-то событие гениальным, и оно стало гениальным. Нет, иногда это бывает пиара. Практически всегда так. Все рассмотренные примеры, они практически… Ну, скажем, все направления в музыке, в живописи, которые связаны с именем, ну, это не пиар. Мы объективно знаем, что вот этого не было, а вот это появилось. Вы думаете, что не совсем так? Нет, еще можно сказать так, что время-то раскладывает все по своим местам. Время раскладывает. Время – это текущий момент. Мы можем кого-то назвать сейчас гениальным. Если текущий, например, вы когда возьмете слово «Эйнштейн» берете, пишут слово «Эйнштейн», тоже показывают, что его работы положили в основу, новому приборам чего-то, либо еще что-то. Это все неправда. Это такая вот форма уже, когда говорим «Эйнштейн», говорят, что это. Исхаммак Эйнштейн стал символом гениальности. А почему? Вот так раскрутили человека. Ну, нет, нет. Тут все-таки есть объективная все-таки. Есть теория относительности, с которой связан конкретный этап развития физики. Мне кажется, возражение – это не принимать. Потому что, даже если мы не можем объективно судить, какие дела являются гениальными, а какие нет, если эта характеристика для нас всегда какая-то относительная, конвенциальная… Она все равно есть. Она же все равно есть. Она все равно есть. Понятно. Но тогда гениальность – это что? Это только пиар? Нет, нет. Это не только пиар. Это связь с этим делом. А как оно стало гениальным… То есть, мы можем… Вот мы можем действительно… Вот у меня пример. В отделе листов бумаги мы можем расписать количество гениальных дел, которые приняты. Некоторые из них… Канон. Некоторые из них, может, действительно дутые, может быть нет, но мы все равно. Ну, это ответ… Дела разные. Канон действительно… Талант мы тоже сутим по делам. Нет, мне кажется… По продукту. Но у него продукт не гениальный. Может быть он даже лучше. Ну, получается, что различие, извините, количественное, да? Что талант просто не настолько много сделает. Нет, нет, нет. Достаточно одного. Одно гениальное дело. Да, да, да. Просто одно очень большое. Нет, действительно большое. А у таланта… Веховое. А у того все красивое, но поменьше. Ну, вот они… Нет, нет. Сейчас все говорят о гениальной математике Переймана. Да фиг там. Тысячи математиков будут делать. Нет, ничего гениального. Забудут тут же. Ну, и парня взяли и раскрутили. Раскрутили. Потому что там нет гениальности. Там нет гениального дела. Нет то, что поменяло бы ход математики. С символом гениального математики до сих пор в культуре вот сейчас имя Переймана… Ну, да, да. Это понятно, почему произошло, извините. Потому что он касался от миллиона евро. И это поразило воображение всех. И продолжает поражать. Вот, извините, заведующий одной из катеров, уже бывший заведующий одной из катеров на Филоховском факультете, как говорят очевидцы, я просто не на моей происходило, он на каждом среде катера сводил разговор на Переймана. Вот просто это был какой-то пунктик. Вот прямо так в конце концов, а вот Переймана, и дальше пошло про Переймана, какой он весит себя замещает. Ну, здесь чистый пиар, конечно. Ну, это просто человека поразила как бы сумма, от которой тот отказался. Он предпочитает жить на пенсию мамы, собирать грибочки, и не любит себя. Да, он любит себя. Ну, такой как бы, в курточке какой-то задвигнутый. Нет, это понятно, у вас сожжал грибочки себя. Нет, он любит себя. Мне кажется, Александр, вот вся дискуссия, скажем так, и слабость вашей позиции, которая проявляется здесь, состоит в том, что у вас одновременно, то есть один тезис, у вас два тезиса, на самом деле, в связке существует. Один тезис, что гениальность это не человек, а дело, с ним никто здесь, на самом деле, не спорь. Другой вопрос, как определяют гениальность? Вы гениальность определяете, как бы, ссылаясь на время, на историчность, в смысле, как определить дело, что является гениальным. Ведь этот вопрос можно оставить за скобками, и тогда, как бы, претензий к докладу нет. А претензий, в основном, к тому, что то, что мы считаем. Ведь, объясню, объясню, в чем дело. Вот, допустим, есть БАР, записи, так сказать, нотные все эти записи, архивы, которые обнаружили, там, спустя, там, сто лет, да? А могли бы... Пробевайте еще позже. А могли бы... Пробевайте еще позже. Да, а мы могли бы сказать, а могли бы и не обнаружить, То есть, всегда есть подозрение, что могло не обнаружиться. Вопрос, да? Вот эта музыка, которую он творил, она все так же была бы гениальна, если бы не была обнаружена, и, соответственно, не изменила бы... Вопрос, опять же, здесь мы никогда не скажем гений о человеке, если нет этого дела. Ну, скрылся, потерялся, значит, не гений. Так нет, а дело... Речь же не о том, что мы говорим, да? Не нужно свалить к тому, что мы говорим. Является ли он, так сказать, если является какой-то диплом сам по себе гениальна? Нет, повлияла ли музыка Баха на дальнейшее развитие музыки? Предположим, что он творил в заточении и не повлияла. Значит, не гений. Не гений. Не гений. Там еще четкий есть еще момент, что то, что является вехой, обязательно, вот то, что мы, как бы, вот мы можем написать историю науки, историю философии, историю искусства, без фамилий. Допустим, мы будем ставить один, два, три, четыре, пять. Вот то, что войдет в эту историю, как вехи какие-то, потом мы можем приписать туда фамилии. Талантов там куча. Подражателей Моцарта и лучше, чем Моцарта, и Баха, полно. Так нет, понятно. Подражателей Моцарта... Тех, кто пишет, ну, не лучше, ну, по крайней мере, на уровне Бродского сейчас его стилем тоже полно. Тоже понятно. Но то, что было связано именно вот впервые появлением такого поэзии, вот эта поэзия является гениальной, потому что она является вехой в развитии поэзии. Просто у вас есть презумпция такая, как бы, что все, что в историю попало, то в историю и попало. То и должно было попасть. А все, что не попало, то... Нет, во-первых, если не попало, то значит, и не повлияло. Если нет, то повлияло. То есть, допустим, если... Есть еще такой момент, что вот есть некая роль, которую должен сыграть веховая точка. Допустим, музыка Баха бы потерялась, но это место никогда не остается пустым. Кто-то другой бы, с другой его фамилии, занял бы это место. То есть, трудно себе представить, что импрессионизм не было бы в искусстве, если бы вот вдруг несколько зачинателей Мане и кто-то умерли. Или чтобы не было переворота в русской поэзии, если бы вдруг Ганнибала когда-то не вывезли из Африки. Был бы Боротынский, который бы был задавлен Пушкиным, он бы сделал то же самое, может быть, в нашей поэзии. То есть, вот эти вехи, привес, почему взяться Дарвина, теория эволюции Дарвина должна была появиться в любом случае или происхождение видов. С наукой немножко оказалось бы проще. Проще. Но в искусстве здесь тоже вот... Я совершенно возражаю в тезисе, что если бы не Пушкин, то Боротынский. Это не так. То есть, либо Пушкин, либо никто. Нет. Здесь нет. Здесь мы не можем, во-первых, мы сослагательны на фоне никогда. Здесь есть такой момент, что место дотягивает человека. Место... Дотягивает, но у нас это только радикально. Я даже не знаю, очень бывает радикально. Ну, да. Вот с тем же самым Бродским. Очень легко представить, что тут замечательный политический стиль, который он формировал, не было бы Бродска, не было бы стиля, наверное. Нет, но здесь возникает вопрос о роли личности, да, в этой истории. Либо у нас получается, что есть некие объективные обстоятельства, да, и личность под эти обстоятельства находится. То есть потребность, наверное, такая. Есть некая потребность, например, в лидере, лидер находится. Да, понятно. Либо есть личность, которая формирует под себя обстоятельства. Причем, смотрите, причем, если речь идет о неком научном прогрессе, то он все-таки внутри себя имеет какую-то логику, выпускает, а не знаю, диалектическую. А когда мы говорим о творческом акте, он... Ну, там тоже творческое, об искусстве, скажем. Об искусстве, да. Там тоже логика, в принципе, вполне однозначно. Логика, она выстраивается, ну, по крайней мере, так считают искусствоведы, да, постфактум. То есть мы можем, точно так же, как с историческими науками, с историей как такового, мы можем постфактум какие-то закономерности установить и как бы объяснить логически. Но я еще не объясни, а о факте. Но именно потому, как бы, событие в искусстве становится событием, что оно как бы не вытекало, понимаете? Оно не вытекало ни как следствие, ни как противоследствие, оно пришло откуда-то сбоку, условно говоря, понимаете? Но было воспринято и принято как нечто новое. То есть ты не принеси что-либо новое, и оно сразу должно быть среда, которая воспринята. Если не среда не готова, то получается так, что общество ждет чего-то, предложение одно, второе, третье, четвертое, но только одно что-то воспринимается. Понятно. А иначе, как у Либии, понимаешь, как только в своей среде существует и все. Конечно, это не абсолютно то, что есть пограничные моменты, сложные и все. Но если вот так просто на вскидку отличить талант от гения, то да, вполне легко в каких-то там 70 случаях, да, а в какие-то пограничные есть случаи. Да, так вот это и возникает. Какие, понимаешь, с причинами этого? Вот, например, начало 20 века знаменитая сионистское движение. Появился запрос на какого-нибудь гениального ученого, который был бы к тому же время еще евреем. Вот. Этим Гейзенбергу, Дебролю, всем остальным ребятам не повезло. Не евреем. А тут появился человек, который сделал незначительно меньше, чем они. Решено было его назвать символом еврея. И ребята посоветствующие в это дело вложились. да. То есть, здесь самая крутая пиаровская акция, конечно, связана с теорией относительности такой в науке. Кто вложился? Товарищ Лошадь лично вложился в это дело. Кто это? Волштейн. 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 Вот. Нет, ну, конечно. То есть, запрос совсем на другое. Точно так же я бы еще обрадить. Есть запрос на великого писателя. На английского. На гениального. В 18 век Священная Римская империя после известной гражданской 30-летней фактически развалилась. И вот ты хочешь создавать национальное государство. Теперь нужен национальный парят какой-то. Шекспир, допустим. Опа, вот во тебе Шекспир. Хотя он жил гораздо раньше. Гениальный писатель. Понятно. Здесь то, что... Есть конъюнктура, конечно. Нет, гениально, я говорю, что чистый пиар получается. Точно так же. Не, подожди. Это не чистый пиар. То есть, пиар, пусть... скажи так. Я вообще бы оставил за скобками причины. Это пиар или не пиар. Но в принципе мы знаем Шекспира, знаем. Мы знаем Эйнштейна, знаем. Мы, может быть, были более талантливы. Я хочу раз повторять, что Эйнштейна мы знаем не потому, что он... Да не важно. ...тому, что он сделал такие-то такие научные работы, а потому, что он гений. То есть, я так же Шекспира знаю не потому, что когда-то далеко жил никому неизвестный театрал, который почти ничего не писал, а потому, что 18... Мы же не можем сказать, что теория относительности не повлияла на развитие современной физики. Повлияла, но есть гораздо больше... Кто скажет про Гейзенберга, что он гений? Про Пункаре, Крюссио. Да, про Пункаре... Которая, собственно, теория относительности... А ведь ребята это с Эйнштейном по своему уровню, по масштабу сделаешь их в физике несопоставимые. Несопоставимые. Чем клерк в патентном бюро... Гений и Штейн... По поводу, кстати, евреев, ведь единственный список 100 великих гений, это только 100 великих гений евреев. Ну, начинаем. В интернете можете посмотреть. Ну, это не только никто, она не обязательно. Это просто не в этом дело. Дело не в этом, просто в этом есть своя логика, что вот именно у еврейской нации есть запрос на гениев. Ну, конечно, зря мы в этой теме перешли на эту тему. Потому что... Точно так же у итальянцев на рубеже 18-19 века на собственных гениев была. И появился Эдарте Легери, и у Леонарда Винчи его дневники внезапно нашлись как по заказу. И всякие вот такие вещи. Это каждая нация, когда происходит национальное государство, у каждого национального государства должен быть герб, гимн и флаг. И национальный поэт. Если у тебя нет национального поэта, то ты гением сделаешь такое непотребство. Мне все время посрочник великого современного, не помню какого, показывали, греческого поэта. Ну, Греция такая небольшая страна. И там конкретно гениальным греческим поэтом назначили откровенный мусор. У нас сто тысяч человек в России пишут лучше, чем он. Мы, в принципе, здесь говорим все-таки не об этих вещах, а об исторических. То есть, этого никогда не вспомнят. То, что сам список... Потому что грацинация маленькая. А если бы это было парамзия... Александр, вы на самом деле неправильно защитились. Даже если это возникает как конъюнктурное, то он все равно становится гением за свое дело. За дело. За конъюнктурное. Ведь не просто сказать, что он просто какой-то там гений абстракт. А говорят, что вот он это сделал. То есть, в данном случае, я не говорю, что он талантлив. Он гений. Может, он даже этого не делал. Он назначил. А говорят, вот есть дело некое, и потому он гений. Ну да, да, да. То есть, здесь нужно две проблемы сказать. Как мы различаем гениев и не гениев? Да, вот есть гениальное дело, которое... Пускай даже назначили гениальным делом. И тот, кто его сделал, становится гением. А другой вопрос, это действительно, что не всегда гениальные дела являются чисто гениальными. Так вот, я хочу сказать, что прямо все дело наоборот, что у тебя есть запрос на гения, так как есть запрос на флаг, герпы и гений. Игорь, это все-таки 10% случаев. 10% случаев из того, то есть, мы можем обсуждать, давайте выделим чистые варианты, без запросов вот конъюнктурных и грекций и все прочее. Мы их найдем. Нет, нет, нет. Нет, но с другой стороны. Если мы выйдем чистый вариант, мы их найдем. Вот объясните мне, в чем гениальность этого, как дропс, да, или... Стив Джамс, да. Я тоже, пожалуйста. Там не гений. Фамилия в любви. Почему это гений? Не гений. Договорите. По моему определению, он не гений. Там ничего гениального сделано не гений. А по капитализации? По определению многих гений, понимаете? Нет, во-первых, я нужно было начать с того, что... Что, это великое дело? Все-таки, все-таки, ребята... Это не он, да. Нужно было начать не с этого немножко. То, что все-таки у нас имеется три значения слова «гений». Три. Я говорил о первом значении. Это вот список гениальных дел, список гений, в которые вот мы можем. Потом, иногда мы говорим, ой, это гениально, как высшая степень одобрения. То есть, ты просто сегодня гениально играл. Ой, какой гениальный рисунок. Это моя реплика. Это реплика. Александр, ты сегодня гениаль. Да, да. Это выражение степени эмоционального восхищения. хочется бежно воскребить. Да, нет, ну вот он. И есть третий социальный смысл, когда официально выделяют нечто значимое. Когда существует культурный канон. Вот какой-то культурный канон. Вот мы сейчас называем... Как в культурный существует культурный канон. То есть, это гения, в которые они начинают сцепить. Где-то пересекаются эти три термина, три смысла. Но, в принципе, они используются совершенно независимо. Эмоционально окраска. Я могу ребенку сказать, ой, ты гениально там сделал. Это не касается этого. Я могу гений русской нации назвать кого-то из честной политической конъюнктуры. Но это не имеет никакого отношения к делу. И, действительно, тот список исторических век, которые, в принципе, которые можно повторить без фамилий, это, да, вот... У нас же надо гениальность на самом деле все-таки отдавать этот вопрос о решении истории. Ну, история, конечно, история. А поскольку история тоже пишется. Вот у меня вопрос. насчет общественно-экономической жизни, что вы возьмете как бы за эти критерии оцениваться? Вот если взять военно-начальников, да, вот признаются гениями Суворов, Наполеон, Суворов, да, признаются, и также признаются гением Сталин, да, а вот Суворов, значит, не в качестве военно-начальника. А? Ну, не в качестве военно-начальника. То есть, если мы можем говорить, что военная наука изменилась как-то в какую-то сторону, что-то было привнесено, военно-искусство, военная наука, и там такие же критерии. А военная практика тогда? может быть, то есть, в принципе, можно назвать Наполеона гениальным военачальником, да, Александра Македонского, наверное, и Суворова можно, то есть, какие-то, то есть, там есть критерии, то есть, если что-то мы описываем, опять же, то тоже критерия, пишем историю военного дела, военной практики, и что-то конкретное заносим в нее, и люди, которые это совершили, реперные точки, да? Да, и связали вид и фамилии. И вот теперь я, допустим, отвечу, значит, вот про Сима Джоуса, да, вот если мы будем писать историю развития вычислительной техники, то вот будет такая реперная точка, не будет, сейчас, можно я договорю? Да. Что и будет, вот, а вот будет, не будет, это уже, значит, тоже, где-то субъективизм, и будет такая реперная точка, когда, значит, окажется, что количество переходит резко в качество. И здесь произошло что? Что с учислительной машиной была соединена игровая приставка. И таким образом резко увеличилась общественная потребность в этом агрегате. И когда увеличилась резко общественная потребность в этом приборе, то, соответственно, значит, увеличилось его производство. Значит, пошло снижение стоимости прибора. и это все происходило лавинообразно. И взять, если последние 20 лет, ну да, 25-30 лет, да, и вот это произошло, что у вас это вот-вот вычислительная машина стоит, вот на столе и так далее. Вот в кармане, вот вычислительная машина. Вот. А теперь вы назовите, значит, о какой реперной точке и кто автор этой реперной точки. Ну, Стив Джобс пояска будет. Ну, ясно, что Стив Джобс, конечно, автор другой реперной точки. Просто один из тех, кто очень хорошо создавал потребности. Вот. То есть, он как бы создавал эти потребности. Понимаете? еще раз. Во время, что он рано умер, его из него можно сделать. Непотребность. А избила дети? Не перенесла. Здесь непотребность как раз. Я просто как специалист по усилительной технике вам говорю, что это как раз вот это соединение, то есть расширение сферы потребности, которые стали нужны только после того, как они появились. Вот, вот как бы что я хочу сказать. это частное мнение, словно говоря. чего нету? Там нет видного дела. То есть, результат есть, результат есть, но как такого дела, вот скажем, мобильник, да, это результат глобальный в истории развития. Ну, ему пропишут, что это, например. Ну, они перепишут сейчас, но компьютер никому не пропишет. Если бы не было, не было, что бы делать на Ивана Джобса, то не было бы. Ну, а еще нужно вспомнить, ну, вышку же могут писать настоящие. Да, тогда нужно приписать всех, кто когда-либо что-то делал электричество, в радио, в радио, в радио. Но это, нет, здесь нету... лет через сезон будет такой канон, они будут смотреть на Стива Джобса, который придумал все. Ну, мы можем сказать, что он изобрел компьютер. Он изобрел компьютер, можем сказать? Пока. Еще раз. Лет через 50 лет скажет, да. Через 50 лет он изобретет компьютер. Может, останется только обновим, потому что все остальные, как бы, вот эти программисты и там, эти все корон-инженеры, они... Мне хотелось еще комментарий вставить. То есть, вот, ведь можно немножко смесить акценты, вот, и, так сказать, из другого мировоззрения взглянуть на проблему таланта и гения, вспомнив вообще, как мне кажется, откуда произошла вот эта вот дикотомия и различия. Мне кажется, что это различие коренится в религиозном мировоззрении. Вот. И совершенно верно, когда вы замечаете, талантливый человек, да, это человек, да, тем самым, как говорится, что талант все делает сам. Он, как бы, делает все, что возможно в человеческой силах. Вот. И, и не более того. И в этом его талантливость, и в этом, как бы, талантливость его тела. Вот. Гениальный же, вот, так сказать, в свете этого религиозного мировоззрения, это тот, кто, как бы, делает помимо себя, то есть, это какое-то вдохновение, он является просто продавником. Смысл слова гений именно такой, да. и в этом смысле. Боже, промысел какой-то, то есть, это что-то привнесенное внечеловеческое. То есть, некие, ну, в принципе, опять же, возвращаясь к эволюции, то есть, любой такой глобальный акт воспринимается как акт творения. То есть, если идет не именно творчество, не именно творчество талантливое, а акт творения нечто. Да, да, да. А акт творения это некая гениальность, и он действительно нечеловеческий даже не в том, что характеризуется делом, а он вообще, в принципе, нечеловеческий. А уже потом, в эпоху романтизма, когда, так сказать, Бог уходит со сцены, вот у нас остается вот этот сверхчеловеческий гений. То есть, он становится просто таким сверхчеловеком, который творит что-то невообразимое для остальных людей, которые всего лишь талантливы. Вот так получается, да, Павла. Тогда вопрос, а где вот эти критерии сверхчеловеческого, в общественно-экономических условиях, что да, мы тогда вот через 100-200-300 лет будем оценивать, вот допустим, с Дарвином там, да, говорите, да, это вот Дарвин гений, да, но это тоже, наверное, условно. Просто понимаете, вот если, как бы, если, ну, то есть, я не знаю, зачем эту ремарку вставил, да, эта ремарка, она сразу как бы размывает, на самом деле, ну, если встать на эту позицию, размывает вот эту грань. Потому что каждый человек, действуя, во всех своих действиях, он как бы действует и от себя, отчасти, да, и ему там диктуют, ну, не знаю, как тот же Бродский говорил, что поэту диктуют язык, да, ему, как бы, скажем так, внешний мир, да, социум, там, история, культура, они ему что-то надиктовывают, и он является прородником одновременно. То есть, в этой позиции он выступает и в той, и в другой позиции, в какой-то мере. Вот. То есть, это другой уже, другой уже следовательный вопрос. Заклад Александрович, что вот Дени, это, да, тот человек, который создал что-то такое вот, ба-бах, и что-то новое, в принципе. Не не просто новое, а, как бы сказать, поворотно новое. Поворотно новое. Да, то есть, глобально новое. Не что-то новое, а что-то, что создает нечто новое. Вот в этом смысле, уж извините, я помяну этого беса еще раз, Стив Джобс, конечно, на презентации айфона сказал, что we reinvent the phone. Мы как бы переизобрели телефон. И получилось айфон. Вот. Ну, понимаете, вот это точно не гениальное, потому что, ну, человек сам не знает, мы переизобрели, да, мы сделали лучше всех, мы там навсегда всех оставили позади, бога ради, да, но это не новый шаг, что называется. Как правило, вот гениальным с точки зрения истории является то, что поменяло, как бы, само, ну, так сказать, может быть, определение той сферы, той области, в которой оно существует. не знаю, допустим, гениальная картина, да, поменяла представление о том, что такое живопись вообще. То есть, вот живопись была, живопись, считали, что живопись это вот это. То-то, то-то, то-то. Все, пределы совершенства, кажется, никуда дальше идти, ничего не будет. И вдруг, как бы, возникает картина, которая не просто там хороша, да, так сказать, а она просто говорит, что живопись, нет, это не это, а что-то другое. Или, помимо этого, это еще и это. Вот. Пере, так сказать, меняет, меняет, само основание. Вот что было. само основание, да, вот пример там живописи, литература, да, это все касается там узкого. В экономике, в экономике я тут. А вот касается вот. Я думаю, что гениален был тот стол, кто изобрел фондовый рынок. Вычислить, техники, да? Вычислить, а техники нет такого. Нет, вот сейчас, социально-экономические, да? Вот тот, кто изобрел фондовый рынок и акции, нет, еще. Я думаю, что он был гениален, да. Я просто говорю, что вот тут критерии расплывчатые, наверное. А мне вообще гениальных веков, ну нет гениальных веков, социально-экономических таких вот. Почему нет? Вот я вам говорю. Мы же не... Нет, скажи так. Нет, можно я скажу? Есть деятельности, как нету веков. Нет, я скажу. Есть деятельности, в которых принципиально не может быть гениальности. У дворника не может быть, ну может талантлив. То есть есть некие вот там, где есть творчество и возможность создать, что-то новое. Там могут быть гени, потому что там может быть творение. А, ну как может быть продавец гениальный? Не может быть. Не может быть менеджер гениальным, не может быть дизайнер гениальным. Ну дизайнер, ну может это... Есть какие-то, может быть. То есть там, где есть творчество. А что в социально-политической сфере искать гениальность, когда там нет творчества? Почему нет творчества? Говорю, так же военное дело, я приводил пример. Или вот сейчас приводим пример, с вычислительной техникой. Вот что произошло? Был узкий класс приборов, он очень тонкий. Вот это типа как живопись там, о котором знали только там узкий групп специалистов. Остальные, значит, миллионы, миллиарды населения планеты про этот класс и не знали, и вообще. И что произошло? Если говорить о гениальности, о маркетинговой. Это никак не касается развития техники. Маркетинговая реальность. Вы не хотите понять, что в чем тут как раз-то тут и произошло развитие техники. То есть, да, вот соединив в одном приборе два, две функции, и вот и об этом явлении, об вычислительной технике, через там прошло буквально 20 лет, и да, и узнали миллионы, миллиарды, миллиарды людей на планете. Понимаете, это не то, что там какая-то картина. А вы хотите сказать, что это не является так сказать, реперные точки. Так где же ваш критерий-то? Картина является, о которой знает от силы, там, ну, сто, двести, там, ну, триста, может, тысяч, там, и все. Ну, а об этом миллиарды знали. Первый момент, да, авторство. Вот, когда речь идет о произведении искусства, о научной теории и так далее, есть такое понятие, как авторство, да, вот ставится там подпись какая-то. И мы можем говорить, что это сделал тот-то и тот-то. Когда речь идет о научном прогрессе, а уж тем более экономическом прогрессе, здесь не является субъектом, субъектом его человек отдельный. Субъектом научного, так сказать, субъектом экономики является, в какой-то смысле, сама экономика же. Да? То есть, это вся, вся, как бы, ну, все производственные силы, которые есть, они, как бы, влияют на экономику и выступают таким коллективным субъектом. Ну, или, там, государства какие-то. Вот. Кому гениальность подписывать? Нет? Вы, как бы, сместили. Вы вопрос уже не об этом. Что является гениальным и не гениальным, это не наш разговор. Наш разговор, что если что-то является гениальным, то мы называем гением УПА, как-то, относя его к делу, и все. Не важно уже на самом деле. Ну, может, поскольку. Может, вспорить, являюсь, что тут отдельные события. Один из, как бы, недостатков, конечно, вот семинара, то, что нужно лимитировать время. Прослушать можно нормально, ну, полчаса, 20 даже лучше минут. Когда это за час... 37 минут, на самом деле, я думаю. Да? Ну, это нормально.